Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 804. События дня. Псалом 33, 19 стих. Близок Господь к сокрушенным сердцам и смиренных духом спасет за 25 февраля 2018 года. То есть какие события были в воскресенье? Ну как в воскресенье? В богослужении. Как всегда у нас собрание проходит. После собрания там поют, остаются, кто вчера было, 28 человек осталось, поют. Потом у них трапезы здесь и занятия. Ну а потом кто куда, бывает кто-то на благовестие пойдет, кто-то к больным, кто куда. И вот я здесь выставил кое-что на события дня. Два дня назад я открыто сказал, молиться о том, чтобы Господь удалил кощунника, богохульника, безбожника, который потеряевки пытался пробиться, остаться там и вокруг смуту все наводил. Вот считай, какими местами Писания я хотел утвердить верующих. Притча, 22 глава, 10 стих. Прогони кощунника и удалится раздор, и прекратятся ссора и брань. Да-то понятно, он один, мутит и мутит. Он батюшку ни во что ставит, там все это показали. Дальше. 1 Коринфянам 5, 3 А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, силой Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Это и болезни, и все, что на него нашло. А там в Новом Завете апостол Павел говорит, это блуд есть телесный и есть духовный, вот это развратитель. И он всех людей там поднимает вокруг, таких же безграмотных, невежественных. Но вокруг него такая бесовщина развелась в интернете. Все говорят, что такое, не слышно даже было. Я два дня назад сказал, давайте молиться о том, чтобы Господь выдрал его оттуда с корнем вместе, чтобы останков не осталось. Пустил его обратно по ветру домой. 1 Коринфянам 5,6 Нечем вам хвалиться, разве не значит, что мало закваска квасит все тесто? Вот мало закваска, это, конечно, грех человек является. Дальше. Матфея 18, глава 17 стих Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то добудет он тебе, как язычник и мытарь. Ну вот такой он и есть. Поднялся против всего. Ложь непрерывная, таких же лошадцов собирает вокруг себя. Притча 26,20 Где нет больше дров, огонь погасает. И где нет наушника, раздор утихает. Вот и все. То есть угони его, выдери оттуда. Притча 26,21 Уголь для жара и дрова для огня, А человек сварливый для разжения ссоры. Вот он разжег эту ссору. Никого нет. Все погубил. Как бы это совершенно другой человек. И все говорят, да это явно дело, что он подготовлен был на это. То есть непонятно было, для чего он все это закупал, А что больше реальность была. А может специально подставили, кто его посылал сюда. Псалом 100,5 стих Тайна клевещущего на ближнего своего изгоню, Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Вот он такой и есть. Клевещет и все остальное. Святой Иоанн Златоуст Псалом 127 Пути восхождения к Богу многочисленные. Это ролик такой поставлен был. Дальше. Юрий Соболев. Мир вам, Игнать Тихонович. И братья. С воскресным днем. Как-то, Игнать Тихонович, я вам задавал вопрос о допустимости клятвы в христианской жизни в связи с высказыванием об этом известного священника-богослова. Ну, Лев Лебедев тут на меня нападал, а я ему ответил. Все против клятвы были святые отцы. Ваш ответ был однозначен. Никак. Не буду повторять ваш ответ полностью. Но ежели кратко, он сводился к главному авторитету, словам самого Христа. А я говорю вам, не клянись вовсе. Матфея 5 глава 34 стих. Так вот, вчера встретил однозначное осуждение о клятве у святого Феофана Затворника. Попутно есть смысл вновь озадачиться об уровнях различия святоотеческой мысли и богословской. В его толковании. На Галатам 3 глава 9-10 стих. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом, а все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Привожу с некоторыми купюрами. Это Юрий Соболев. Хавычки открыты. Апостол, как бы так, говорит Галатам. Вера сделала вас причастниками благословения Авраамова, и вам нечего было искать. Нечего больше искать. Нечего больше искать. Будьте только верны тому, что получили уже. А обратитесь к закону. Не только благословение потеряете, но и близ к клятву будете. Того и смотри, что под клятву подпадете. Закон хоть и говорит, что сотворивый та человек жив будет в них. Левит 18.5. Но исполнить-то его никто не бывает в силах. Деяние 15 глава 10 стих. Оттого на всех, которые почивают на одном законе, и на нем одном успокаиваются, лежит грозная, ограждающая закон, клятва, проклят, всяк и прочее. Вы скажете, что же это такое? Закон будто и дан для того, чтобы под клятву подвесить тех, которые покоряются ему, и при том по повелению самого Бога. Целый народ через возложение на него закона под клятву подведен и держан под ней столько времени. Нет. В законе же содержится постановление, как предотвращать клятву, падающую на всякого нарушителя закона. Именно жертвы. Есть жертвы за грех всего народа. Есть жертвы за грехи царей, князей, первосвященников и всякого частного лица. На всякий грех есть своя жертва. Кто принесет соответствующую его греху жертву, тот очищается от греха, и клятва не падает уже на него. Скажете, а так вот, стало быть, закон дает... Нет, нет, а так вот. Ну тоже восхитительный знак. Скажете. А скажете, так, а... А, так вот, стало быть... Так вот, стало быть, закон дает все нужное, указывает, как жить, а когда согрешим, дает способ очищения, в принесении соответствующей греху жертвы. То правда. Но не забудьте, что очистительная сила жертв заключается не в них самих, а вне их, в силе той жертвы, которую имел принести, а теперь уже принес, чаем и всеми гряды, а теперь уже пришедший. Жертвы очищали через соединение с ними веры всего благословенного, грядущего во имя Господня. А без нее сами по себе они ничто. Почему и написано, праведный от веры жив будет. Аввакуум 24. Аввакуум 24. Аввакуум 24. Тех, которые грешили под законом, он искупил от клятвы законной крестной смертью своей. Не нужно нам теперь жертв и никаких других очистительных и оправдательных действий закона. Веруем прямо во Христа Господа распятого, и тем предотвращаем клятву и принимаем благословение. Таким образом, мы, иудеи, отбрасывая закон, соединяемся верою со Христом Господом и восстанавливаем в себе благословение Авраамова. А вы, язычники, помимо закона, прямо веруя в него, усвояете себе сие благословение. И мы, и вы обетование Духа принимаем одною верою. Чему же теперь закон вам, когда он и для нас не нужен более? Таково течение мыслей, возбуждаемой словами апостолов всем отделения. Усвоим себе его, яснее будем понимать смысл каждого стиха и его связь с другими. Относительно же того, новый ли тут, доказательство или пояснение предыдущего, нечего спорить. Как кому угодно. По нашему мнению, здесь пояснение, состоящее в решении недоумения такового. Говоришь, благословение Аврааму от веры. Но не от закона ли оно? Нет, говорит, от закона скорее клятва, чем благословение, если останешься с ним одним. Клятва его висит над главою подзаконника. Избавляет от клятвы одна вера в распятого Господа. В причину подлежания сущих от закона клятвы приводит святой Павел то, что всякому нарушителю чего-либо написанного в законе прописана угроза проклятия. Нетрудно видеть, что причина не прямо идет в высказанном положении. Положение, говорит, подзаконники подклятвуют суть, а причина, потому что нарушителям закона угрожается проклятие. Если бы сказано было, что держащиеся закона проклятию подлежат, была бы тут прямая причина. А тут говорится о нарушителе закона, кое и суть, конечно, отступники от него, тогда и в том, когда и в нем нарушают его. В чем? В чем нарушают его? Если прямо принять, что сущий от закона потому подклятвует суть, что нарушителям закона угрожается проклятие, то в этом отношении и новозаветное учреждение ничем не разнится от ветхозаветнего. И в нем прописаны угрозы еще грознейшие древних. В новозаветном учреждении сила греха та же, он отнимает благословение и привлекает клятву. Но самое существо нового завета состоит в покровении всех грехов, случающихся с верующим, ходатайством Христа Господа, распеньшегося за нас. Этого ходатайственного покровения грехов закон не имеет. Когда остается один без веры или когда по пришествии ходатая содержимое бывает как условие спасения при вере. Ибо в таком случае вера, не вера, опирающаяся пристем на закон, умоляет ходатая и лишается за той силы ходатайства. Таким образом, мысль святого апостола стоит на том, что закон один без веры оставляет держиться его под всею строгостью своей клятвы. Что точно такова мысль апостола видно из следующего стиха, в котором спасительность закона поставляется под условия веры. Закон оправдывал, но только верою, а без веры и в законе никто не оправдывался. Были праведники в Ветхом Завете, но они все-таки являлись что они все такими являлись ради веры. Обетованный, верою в которого и сильно было ветхозаветное учреждение, пришел и принес себя в жертву за всех. Мы обратились к нему, и верою в него оправдываемся, освящаемся и предотвращаем всякую законную клятву. Он однажды себя принес, и вечно жив, будучи, выну ходатайствует, а нас пред правду и Божию. То есть вына всегда. Состоя через веру под всем ходатайственным покровом, мы безопасны от всех, кар правды законной. Вот это именно и заставило нас оставить ветхозаветное учреждение и прилепиться к новому в Господе Иисусе Христе. То уже теперь не нужно. Теперь оно имело еще силу под условием веры. Теперь же и с верою по-прежнему смысл ее, то есть в грядущего избавителя оно ничто же и есть. Ибо гряды пришел, и веровать в имеющего еще прийти, когда он уже пришел, значит, извращать Божий порядок, идти против Бога и самого закона, и самопроизвольно держать себя под клятву. Нас же, уверовавших иудеев, Господь искупил и от клятвы, и от обязательств закона. Все то прочь. Мы идем путем новым и живым, прямо в живот, который во Христе. Прямо в живот. Ну почему не сказать в жизни? Вот тоже путал, путал слова эти, никто дальше. Осип Бендер. Всегда приятно и познавательно послушать Игная Тихоновича, кладезь мудрости и знаний. Лучик света. Я сейчас лопну от смеха. На первой секунде такой строевой шаг. Никит, куда путь держишь? Это, конечно, комедия. Никита, ты меня всегда веселишь. Осип Бендер. Володя, камеру легонько надо постучать по объективу и она сфокусируется. У меня так тоже было, особенно, когда холодно и она восстанавливалась. Максим Квасов. Лапкин, режиссер от Бога. Актер подкачал. Актер подкачал. Он не хотел, все, и поэтому так он уже себя вел. Михаил Кальмаев. Смешной эпизод. Никита шутит. Александр Самодедов. Где Самодедов? Самодедов. По блокам считает это счеты. Слава Богу, что пришло решение молиться о выезде волка, прикрывающегося шкурой овцы. Вот два дня уже прошло, как я сказал, молились, чтобы его духа не было, чтобы вымел его Господь и затер, следа не осталось. С ним не стоит затевать игры. Мол, пусть останется, лишь бы дали документ, что он может без регистрации строиться. Об этом волке я писал около года тому, но, к сожалению, его приняли, так как он изучил вас и знал, как себя вести. Что говорить? Это прослеживалось в роликах изначальных. Заранее у него был создан канал, а для связи с вами страница в моем мире. У него просчитаны наперед различные ходы. Также и просчитано, что его будут выдворять. Худо уже само то, что ложка дегтя попала в бочку с медом. Души же жаль, идущие подлым путем, но они и рассчитывают на жалость. Михаил Кальмаев. Дальше умысел. Умысел человека-убийца от начала известен, но вот с какой стороны он подойдет, через каких своих слуг и в какое время. Вчера еще не зомби был, а сегодня взбесился. Но такие перемены внезапно не бывают. Подготовлено все было так, все это было, теперь все согласны с этим. Так не бывает, оказывается, у него запасные там были, где он недоволен был, земля там плоская и прочее, это только прелюдия была. Внезапно это когда не ожидаешь нападения, когда пропустил подготовительный этап противника, когда пропустил и не заметил, как враг зашел с тыла, не обратил внимания на грехи противника, кое он допускал в этот подготовительный период. Поэтому и кажется, что все неожиданно произошло. Думаю, и у Лукава есть подготовительный этап. Адепта своего надо подготовить к основной работе. его подготавливали к этому. Так, чтобы он был уверен, что это он сам делает, и чтобы делал с верой в самого себя. А тут и помощники нужны, которые поддержат и создадут иллюзию некого братства единомышленников, чтобы избранный на разрушение и гибель не усомнился, а шел твердо и уверенно к цели выбранной сатаной. Абсолютно правильно рассуждения у Михаила, такие глубокие. А цель сатаны, как вы верно заметили, Игнать Тихонович, это разрушить и погубить. Причем своего слугу тоже. Своего слугу тоже. Оливьер, сатана малыш. И вчера, и позавчера, каким был, таким и остался. Просто скрывал свою сущность, как и многие другие, убивающие собственный народ. Михаил Кальмаев, малыш не сатана, он просто человек. Оливьер, я затрудняюсь утверждать это, так как этот тип нанес Игнать Тихоновичу очень глубокую душевную травму, которая оставила свой след и в этом столетии не заживет. Это точно. видишь, люди как понимают, я их не знаю, что за Оливьер, что это, с какими мыслями, но это абсолютно правильно говорит. Смотри и слушай. С тебя называет кто-то, скрывается. Интересно, Никита сам вопрос придумал, или постановка? Так, прямо маршировал под камеру из исходной точки и выдал вопрос на одном духу, а вопрос действительно хороший. Роман Бурак Вопрос очень хороший, но жаль постановочный. Не делайте так, лучшая реальность, а ответ просто за душу взял. Мудро сказано и верно. Виталий Калинников Дельный ролик, полезный, применимый к жизни. Оливьер Игнать Тихонович Этот сатана малыш решил окончательно пакостничать вам вместе со своей боевой подругой, которая собирается приехать весной чесать сатане малышу бороду и гладить рога с копытами. Но меня беспокоят ваши пруды, которому вы отдали столько труда и любви. Сохраните их. Не дайте сатане малышу даже приблизиться к ним. Не посчитать тебя. Это буква идеи. Дальше. Доброго вам дня, Игнать Тихонович. Можно вам задать вопрос? Скажите, пожалуйста, впереди выборы президента Российской Федерации. За кого бы вы посоветовали проголосовать? Специально с ошибками пишут, как будто они грамотные. Прокомментируйте, пожалуйста, тему выборов. Я вчера на собрании говорил, я ни за кого не голосую, а вы как хотите. Но молиться надо все время, чтобы Бог дал доброго правителя. Ну, по смыслу показано, что оставить прежнего, потому что его команда уже все наворовали, досыто уже по горло, до глаз. А новые опять начнут по-новому. Сердюковых опять так же и погонят. Ну, и все же живем, слава Богу, с голоду не помираем. Саша Краснов Режиссура 5 Актерское мастерство Никиты 3 Интересно, пишет ли тайком Дудин Никите? Вот вопрос. Помирится ли до страстной недели Игнать Тихонович Роман? Мир всем. Нет, это немыслимо. Никакого мира с сатаной не может быть, как говорят. Это не он. Я человеке говорю, который Абуян отдал себя ему. Христос Петру сказал, отойди от меня сатана. И я ему говорю, отойди от нас сатана. Два дня стали мы молиться об этом. Два дня призвал всех на молитву. А я знаю, результат уже другой будет. Дальше. Евгений Трабко Малыш Роман Малыш Роман ему пишет. Вы не хотели бы переехать в деревню Потеряевка на ПМЖ? На постоянное местожительство. Могу предложить вам хороший участок уже завезенным стройматериалом и другими хозяйственными атрибутами, необходимыми для жизни в деревне. Цена договорная. Время подумать есть, но конкуренция не стоит на месте. То есть все, белый флаг выкинул. Два дня только молились, и Бог сломил. Все, готов поехать. Но дальше говорят, что они думают. Евгений, Роман Малыш видимо собирается уезжать. Сейчас мне прислал такое сообщение. Это Евгений говорит. Вера Митрохина, Инать Тихонович, будьте так добры, подпишите для меня книгу к истинному православию. Спасибо вас, Христос. Игнатий Лапкин, уже подписал. Вера Митрохина, спаси Христос вас, дорогой мой Игнать Тихонович. Игнатий Лапкин, ладно уж, скажу по секрету, что уже и послали вам книги. Отправили 24-го, 2-го, 18-го года. Отследить отправление можно на сайте. Такого-то? По номеру почтового индифицикатора. Вера. Вера М. Скажи, я вас люблю. Как же я вас люблю. И вот свистательных знаков сколько? Включила дома ролик с Палей. Какой-то вопрос. Ну, кто-то я не стал показывать фамилию, потому что они нападали. Как Настя ее к уколу готовила, да укол ставила. Паля так кричит, и мои коты оба прибежали, и все такие в переживаниях. Ванька так вообще и страдался с Палей на пару. Если у Пали зрачок расширенный, то она как раз и не видит практически. Когда человеку то закапывают в глаза, чтобы зрачок проверить, тоже же очень плохо видит. А зрачок расширенный, потому что ребенку больно. Евтушенко Сергей Израиль вытесняет христиан из Иерусалима расистскими законами. В знак протеста церковной иерархии закрыли храм Гроба Господня. Церковные иерархии в Иерусалиме закрыли на неопределенный срок храм Гроба Господня, храм Воскресения Христова, который является главной святыней христианства и местом паломничества туристов со всего мира. В необычно жестко сформулированном письме иерархии греко-католической и армянской церквей пояснили, что пошли на этот шаг в знак протеста против систематической кампании против церквей и христианской общины Святой Земле. Они отметили, что возмущение христиан вызывает в частности законопроект, позволяющий израильскому государству конфисковать принадлежащие церкви земельные участки. Этот законопроект в воскресенье должен обсуждаться на заседании министерского комитета, после чего его направят на утверждение к НИСЕД. В случае положительного исхода голосования в парламенте документ обретет силу закона «Российский закон». В письме церковных иерархов проект закона назван дискриминационным и расистским. Израиль попирает ногами сохраняющиеся уже многие десятилетия чувствительные отношения между христианской общиной и властями, подчеркивается в послании. Церковь также протестует против введения муниципальных пошлин, которые, по ее мнению, нарушают статус кво. Создается впечатление, что эти действия имеют целью ослабить христианское присутствие в Иерусалиме, указывают авторы письма. Городская администрация Иерусалима в свое оправдание заявляет, что пошлины введены не в отношении храмов, а в отношении таких находящихся церковной собственности объектов, как гостиницы и залы для приемов. МИД Израиля пока не прокомментировал обвинять церковных иерархов Иерусалима. Как сообщалось, посольство США в Израиле откроет в Иерусалиме уже в мае 2018 года. Откуда это взято дальше? Иван Жарковский Иноя Тихонович в Библии в Ветхом Завете говорится о том, что один человек не может отвечать за грехи другого. То, что Христос пострадал за наши грехи, богословски объясняется его безгрешностью? То есть грешный человек не может пострадать за грехи другого грешного человека, а безгрешный может? Да, именно так. Александр Граф пишет то, уважаемый, великий Игнатий Тихонович, я в вас верю, и эти гав-гав-гав всяких дворняжек не имеют значения. Берегите себя, ваше здоровье, вы мой и многих тысяч людей кумир, это я, многим тысячам кумир, пусть эти люди вас поливают дерьмом, их Бог накажет, я уверен, а вы были и есть святой Игнатий, восклицательные знаки, с огромным сердечным уважением, ваш поклонник Алексей. Вот как. Все у меня здесь куча. Ну вот, разберись, говорит, кто на ком стоит. Дальше. Татьяна Рожейникова, заблудшая, не наделай глупостей, пусть Бог убережет от такого человека. Об этом написали, она говорит, да какой же, у меня муж живой, у него две жены живые, это какая вера-то? Рустам, мир вам, Игнатий Тихонович, я себя чувствую очень хорошо, спаси Господи за ваши молитвы. Это мы после беседы здесь в интернете. Мое сердце тронул дух святой до слез. Я осознал вашу жизнь и труды, насколько мне Бог дал. Как мне лучше быть, как вы говорили, идти и проповедовать у храма, пытаться собрать верующих? Или нужно отдельно это у Бога на молитве просить? Просить отдельно и делать то, что впереди написали. Я не должен жить... Я не должен. Или нужно на молитве просить, ага. Я прочитал. Я не должен жить иллюзиями. Жизнь коротка. Я должен знать свою миссию. Слава Христу! Оливер Игнать Тихонович, хотелось узнать, какая судьба у девчонки, которая... которая переводит немой. Я помню, видео есть у вас. Вы наставление ей делали, а Надежда Васильевна ее защищала. Она была с парнем. Благополучно ли у нее все получилось? Или как вы говорили? Ничего нет. Парень тот исчез и больше нигде нет. Игнать Тихонович, как и говорил. Как говорил, так и получилось. Оливер Игнать Тихонович, боюсь, что этого беглого сектанта, малыша, заберет скорой и увезет в психиатрическую больницу. Все к этому и идет. Железный контейнер ему окончательно мозг высушит. Кто-то писал, что он, малыш, засланный казачок, якобы, выискивает недовольных. Можно с большой уверенностью сказать, что он таковых нашел. Этот сектант, малыш, недовольный уже и не найти. То есть, самые-самые недовольные. А кто вокруг его собирается, такие же самые, у которых пять классов образования и сидят на шее у родителей. Я не удивлюсь, что у малыша тоже пять классов образования. Он, малыш, хвастал, что не нарушил устав деревни. А благодаря батюшке он и не нарушил его. Батюшка его блуд вовремя остановил. А его малыша, боевая подруга Марина, это доказала. Вот сколько взято, показано. Ну и показать наши ресурсы. Вот это у нас мой мир. Очень нравится мне. Вот я в шапке. Тут можно переписывать. Много чего стоит. Показать надо. Мой мир. Я высших контактов разных ставлю. И все. И большой очень ресурс у нас это наш православный форум. 1600 тем. Ну и, конечно, православный видеоканал. Открытым оком во свете Библии. Так у нас все наши ресурсы называются. 9950 видеороликов только. Ну и просмотров 14 миллионов 334 тысячи. 14 640 подписчиков. Это что-то есть. И канал посмотрели мы. Теперь надо посмотреть где у нас здесь сайт. Нет, не скайп. А сайт. Сайт. Именно сайт. Вот. Это опять не то я открыл. Она не открывает мне где надо. Так, а что? Она нет, надо где-то найти. где она вот это? Вот здесь вот. Майл, гугл. Вот это вот. Кристиния 1. Вот он где сайт. Сколько там время у нас прошло? 32 минуты. Все. На этом конец сегодня пока. Ну вот здесь вопрос и ответ это самое ценное. Смотрите. Благословен Господь. Это ошипали нашей. Стало полегче. Уже сегодня сама вышла. Правда еще голова не прямо стоит. Но во славу Боже. Все-таки сошлись на том, что от удара ударила сильно она бежала. Тут головой два раза ударилась. С кошкой разыгралась или сверху спрыгнула.